В чем смысл семейных ссор? Семейные ссоры – дело, к сожалению, обычное. Слава богу, что у всех теперь появилось по экрану, поэтому многие в браке находятся виртуально, то есть они находятся где-то в другом месте, на экране телефона, смартфона, а в браке не присутствуют. На самом деле есть несколько важных вещей, которые нужно понимать. Мы не торопимся говорить о каких-то своих, если нам что-то не нравится или нас что-то беспокоит, потому что боимся какой-то негативной реакции. Проблема состоит в том, что если вас что-то стало напрягать, рано или поздно вы будете терпеть, накопите это, и дальше выдадите в полном объеме, и тогда уж точно вам не сдобровать, потому что с той стороны вы встретите глухую ошелонированную оборону. Поэтому, хотя, может быть, и неприятно какие-то вещи сразу проговаривать или о чем-то сразу говорить, но не в претензии, а просто как некое информирование, то это правильно делать. Вторая вещь — это то, что когда мы вместе с другим человеком долго находимся в каких-то отношениях, нам кажется, что он должен нас понимать интуитивно, и мы начинаем строить догадки, что он все про нас понимает, но при этом ведет себя не так, как он должен вести себя, исходя из того, как он нас себя понимает. И это шизофрения. Нет. Другой человек, хоть он с вами живет долго и так далее, у него про вас своя история, и ваша история с его историей биться не будет на очные ставки и показаниях. Поэтому всегда помните, что другой человек, даже если вы с ним вместе живете, у вас долгие отношения и так далее, он не имеет подлинной картины ваших внутренних переживаний, ощущений, состояний и так далее. И зачастую его действия вовсе не являются, так сказать, намеренным причинением вреда, а просто они происходят от фактического незнания. Ну и третья составляющая — это часто люди считают, что они друг на друга обречены, и так относятся к отношениям. Но вообще, если в отношениях, надо человека, с которым вы в отношениях воспринимать как дар. Вот прямо исходить из конструкции, что у вас дар. Дар в виде такого человека. Жизнь вам его подарила. Это изменяет ваше ощущение этого человека. И все мы расцветаем, если к нам относятся как к дару. Если к нам относятся как к оковым, как к препятствию, как к проблеме, вот как к мозоли, значит, которые непонятно, что с ней делать, которые не дают ничего, сковывают. Вы такое отношение будете эмоциональное транслировать своему партнеру, что это все плохо закончится. Если вы с другим человеком просто проснулись, дар рядом. И вот так вот. Дар, 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 дар. И как только вот этот какое-то такое, какое-то что-то человеческое в этом у вас появится, из этого механического сначала дар-дар, вы почувствуете, что с вами живой человек, который к вам как-то относится. Если он к вам относится хорошо, после того, как вы так, то точно дар. А если относится плохо, я не рекомендую ничего и ни к чему не призываю, но делайте выводы.